Самое главное – миллиардные долги города перед своими жителями. Долги, которые растут по полмиллиарда в год. Если в 2020 году они были чуть больше шести, то в 2021 уже около семи. Точнее, 6 миллиардов 667,7 миллионов рублей. Тема задолженности города и штрафных санкций в отношении нее на заседании Городской Думы обсуждали особенно бурно. Проблемы немалые. Например, только за несоответствие очистных сооружений Варнаул по требованию прокуратуры должен заплатить около трех миллиардов рублей. Наши очистные сооружения, ливневые канализации, строились еще в 60-70-е годы прошлого века. Изменились затем санитарные нормы. Но, безусловно, это не только санитарные нормы связаны. Конечно же, нам хотелось, чтобы источные воды были чистые, мы свой город не засоряли. Но для этого города нужно построить шесть очистных сооружений, построить новые ливневые канализации. Другая проблема – качество дорог. В частности, в поселках Лесном, Научном городке и Бельмесево. В свое время там получили землю многодетной семьи. Но инфраструктуры до сих пор нет. Судебный иск по этому вопросу грозит миллиардом рублей. На заседании Гордумы, начиная с 2013 года, предлагают исполнить требования суда, выплатить все долги. Но принять такое решение невозможно. Сегодня бюджет города около 15 миллиардов, то есть чуть более 15 миллиардов. И собственных доходов – это 7 миллиардов с небольшим. Если из них убрать 6 миллиардов 700, то мы жизнь города практически останавливаем. Выходит замкнутый круг. Закрывая одну проблему, есть риск обострения новых в других сферах, а это чревато новыми судебными исками. Депутаты это понимают. Единогласно проголосовали против полного погашения задолженности. Теперь Гордума в поиске дополнительного финансирования федеральных программ. В ходе заседания также были изменены некоторые положения по вопросу переселения жильцов из аварийных домов. Теперь мониторинг состояния таких помещений и оценка несущих конструкций, а также недопущение самовольного заселения граждан в такие дома, ляжет на плечи районных администраций города. Анна Рашагирова, Николай Шилкот. День с толком.